Привет друзья! Все началось с того, что я обнаружил клеща не где-то в лесу, а прямо у себя дома. Он сидел у меня на руке. Поначалу я не подумал, что это клещ, так как раньше никогда их не видел вживую. Подумал, что это какой-то жук. Попытался его снять, но он так сильно впился в волосы на руке, что пришлось его отрывать чуть ли не с волосами. И тут меня пронзили смутные сомнения. Я сразу залез в интернет и посмотрел фото клеща. Подтвердились мои самые страшные опасения. И это оказался действительно клещ, а точнее таежный клещ, что мне удалось установить, заглянув в Википедию. Но самое интересное, что клеща я обнаружил утром и совершенно не чувствовал, как он по мне ползал. Видимо клещи умеют передвигаться по жертве таким образом, что та даже и не замечает его присутствия на теле. Я стал думать, откуда же этот клещ мог появиться. Ведь на улице последний раз я был вчера и проходил по тропинке около старых зарослей сухой травы. Там видимо на меня и запрыгнул клещ. Получается я принес его домой вечером, а всю ночь этот паразит ползал по квартире и даже вполне вероятно ползал по мне. Но осмотрев себя, я не смог нигде обнаружить место укуса. Видимо клещи сейчас еще только выходят из спячки и не особо активны. Судя по окрасу, это самка. Самцы тоже могут укусить, но они присасываются ненадолго, только поедят и сразу покинут свою жертву. А вот самки могут сосать кровь у своей жертвы несколько дней. При этом их размер очень сильно увеличивается. Самка и питается кровью и еще за счет нее производит потомство. Надувшись, в ней созревают икринки, из которых впоследствии появятся тысячи клещат. Сам по себе укус клеща не так опасен, как его возможные последствия. У меня не было твердой уверенности, кусала меня эта тварь или нет, так как она меня могла, так сказать, надкусить и перенести основную трапезу на потом. Поэтому клеща я решил сдать на анализ в лабораторию, чтобы понять, существовала ли опасность заразиться от этого клеща. Ведь когда я его обнаружил, то решил придавить ногтем, поэтому некоторая часть его содержимого попала мне на кожу. А вот клещ, даже после придавливания, остался жив, так как имеет уж очень прочный панцирь. И вот это видео клеща я как раз снимал уже после того, как его придавил. Как видите, он немножечко покоцанный, но тем не менее, он смог пережить такое надавливание и ползает. Раздавить его голыми руками не так-то уж и легко, поэтому если вы снимете с себя клеща, то не пытайтесь его раздавить голыми руками. Есть вероятность заразиться болезнями, переносчиками которых являются клещи. Сделать анализ клеща процедура платная и стоит 1100 рублей. Клеща я поместил в салфетку, положил в пол-литровую банку и плотно закрыл крышкой. Сдал в таком виде в лабораторию. Клеща сдавать желательно в живом виде, чтобы можно было сделать правдивое исследование. Ведь в погибшем клеще информация о вредоносных болезнях, которые он мог переносить, со временем исчезает. И анализ уже может и не дать достоверной информации. У вас наверняка возникает вопрос, а зачем столько заморочек из-за какого-то клеща? Все дело в том, что болезни, которые он может переносить, очень опасны для человека. Хотя для самого клеща они не представляют угрозы. И по внешним признакам даже не узнаешь, переносчик этот клещ или он чистый. Рассмотрим самые распространенные из переносимых болезней. Клещевой энцефалит. Это очень опасная вирусная инфекция, которая поражает головной мозг. В результате чего человек может стать инвалидом. Вероятность им заразиться, конечно, небольшая, но все равно существует. Клещевой боррелиоз или болезнь лайма. Это заболевание вызывается бактерией и считается самым распространенным от укуса клещей. При несвоевременном лечении эта болезнь тоже может сделать из человека-инвалида. Моноцитарный эрлихиоз человека. Вызывается бактериями. При несвоевременном лечении может привести к почечной или дыхательной недостаточности. Гранулоцитарный анаплазмоз человека. Возбудителем является бактерия. Это заболевание не считается очень уж опасным, но в любом случае имеет кучу неприятных симптомов. Замечу еще, что исследования клеща проводят методом полимеразной цепной реакции, что дает очень низкую вероятность ложного результата. Что касается моего исследования, то примерно через сутки после сдачи клеща на анализ, мне позвонили и сказали, что все результаты отрицательные. Проще говоря, клещ не являлся переносчиком болезней. Я даже немножко пошутил, что клещ был здоров как бык. Вас наверняка интересует вопрос, почему одни клещи могут заразить человека, а другие нет. Вообще говоря, источником различных инфекций являются самые разные мелкие зверьки, к примеру мыши или зайцы. Они зачастую болеют этими заболеваниями, клещи их кусают, при укусе вирусы и бактерии попадают в клеща, у самого клеща они никаких заболеваний не вызывают, но отлично в нем могут сохраняться, причем долгое время. Так сказать, паразиты в паразите. Затем клещ меняет свою жертву и уже при укусе вместе со слюной может передать и различных вирусов и бактерий. Таким способом и происходит распространение клещевых инфекций. Конечно, вероятность не стопроцентная, что зараженный клещ при укусе может и вас заразить. Она тем больше, чем дольше паразит контактирует с вашей кровью. Поэтому очень важно, как можно скорее удалить кровопийцу. Но сделать это нужно правильно. Давайте рассмотрим несколько способов. Наверное, самым известным способом является удаление клеща при помощи растительного масла. Смачиваем ватную палочку в масле и совершаем круговые движения против часовой стрелки. Так как считается, что клещ закручивается в кожу по часовой стрелке. Но на самом деле это миф. Клещ не закручивается в кожу жертвы. Он просто подползает к поверхности, разводит в стороны педипальпы и начинает делать прорезы специальными резцами. Их еще называют хелицеры. Постепенно продвигает гипостом вглубь. Добравшись до кровеносных сосудов, он их разрывает и начинает поглощать кровь. Так что ни по часовой, ни против часовой стрелки клещ вообще не крутится. Вы наверное спросите, а почему нельзя взять, да и просто вытянуть его как занозу. Это связано с особенностью строения ротового аппарата. Хоботок клеща напоминает пилу и имеет множество зазубрин. Этими зазубринами он очень крепко уцепляется за ткани своей жертвы. Впиваясь в кожу, клещ выделяет слюну, которая содержит обезболивающие вещества. Поэтому даже такой нехилый пропил в коже остается незамеченным для жертвы. Еще раз повторю, что ни в коем случае нельзя тянуть клеща. Иначе можно оторвать его голову и содержимое его брюшка может дополнительно вытечь и еще сильнее инфицировать укушенного. Итак, вернемся к способу с растительным маслом. Смысл такого способа в том, что масло попадает на дыхательное отверстие клещу. Как ни странно, но эти отверстия у клеща не на голове, а на брюшке. Хотя некоторые думают, что клещ вообще дышит попой. Растительное масло забивает эти отверстия. Клещ начинает испытывать нехватку воздуха и стремится выбраться наружу. Хотя в некоторых случаях он может даже наоборот глубже зарыться. Это минус этого способа. Другой минус еще в том, что совершать подобные действия иногда приходится очень долго. Около получаса. Поэтому такой метод не считается самым надежным. После того, как клещ отпал, место укуса нужно обязательно обработать антисептиком. Для второго способа понадобится крепкая нитка. Если нитки нет под рукой, то ее можно вытащить, к примеру, из полотенца. Делаем петлю, накидываем ее на голову клеща, затягиваем и начинаем вращать. Таким образом мы выкручиваем клеща как по резьбе. Этот метод не очень удобный, особенно если пытаться удалить кровососа одной рукой самому себе. Для следующего способа возьмем шприц и отрежем кончик. Накрываем шприцом клеща и создаем вакуум. Этот метод малоэффективен, так как клещ может долгое время обходиться без воздуха. Поэтому и вакуум придется держать до получаса. Под воздействием вакуума кранки будет приливать очень много крови, что увеличит вероятность заражения. Следующий метод более надежный. Возьмем коробку из плотного картона и отрезаем часть. Вырезаем из картона полоску. А затем вот такую вилочку. Делаем что-то типа бумажной монтажки. Подцепляем клеща и вращаем. При этом клещ выкручивается. У данного метода есть и минус. Бумага может размокнуть, поэтому лучше взять пластиковую бутылку. Разрезаем бутылку пополам. Отрезаем полоску с загибом. И опять-таки вырезаем своеобразную вилочку. Такая клещедерка уже не боится влаги и может прослужить долгое время. В конце процедуры не забываем обработать рану. Клеща же желательно сдать на анализ, чтобы удостовериться, что он вас ничем не заразил. Ну и самый лучший метод, это конечно же избегать встречи с клещами и стараться, чтобы они вас не укусили. К примеру, если вы идете в лес, то одевайте светлую, однотонную одежду, тесно прилегающую к телу, чтобы клещи не смогли залезть под одежду. Каждые два часа проводите осмотр на наличие клещей. По приходу домой всю одежду нужно осмотреть на наличие паразитов. Для отпугивания клещей можно пользоваться различными спреями, но они могут быстро выветриваться. Поэтому через некоторое время нужно производить повторное опрыскивание, согласно инструкции на упаковке. Но подцепить клеща можно не только в лесу, но и в городе, как это и произошло со мной. Чаще всего клещей можно встретить в высокой траве, неважно свежая это трава или сухая. Поэтому гуляя по городу, следует избегать участков, где не была скошена трава. Передвигаться клещей не особо любят, они просто заползают повыше и поджидают свою жертву. Но с деревьев все-таки не прыгают, как многие думают. Максимум они могут залезть на высоту полтора метра. Основными переносчиками клещей в городских условиях являются бездомные животные. Они их и покормят и с места на место перенесут. Еще существует миф, что клещи для зимовки зарываются в землю на глубину 2 метра, чтобы не замерзнуть при морозах. На самом деле, они попросту забираются в укромные места, когда чувствуют приближение холодов. Например, под слой листьев. С первыми морозами клещи впадают в спячку, так и зимуют до весны. Клещи очень живучие твари, могут обходиться без еды от 1 месяца до 1 года. Поэтому будьте с ними осторожны. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!